На заседании круглого стола в мэрии Магадана обсудили вопрос занятости детей в период каникул. Как правило, ежегодно функционируют летние оздоровительные лагеря, куда родители отправляют детей посменно. Они работают как на территории Магаданской области, так и в масштабах страны. Однако, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, пока регион не достигнет третьего уровня выхода из ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, говорить о запуске летних оздоровительных лагерей рано. Участники мероприятия предложили организовать дистанционный летний лагерь. Модель работы такого проекта схожа с дистанционным обучением. Собственно, уже все решено, что это действительно будет дистанционно, другого у нас пути нет. Собирать сообщество детей из разных школ, тем более на детских площадках и лагерях, из разных районов. Причем районы все разные, у нас карантин. В Ягодинском районе у нас без пяти минут карантин. И на Сусуманском районе, и в городе Магадане все неблагополучно. Поэтому вот этот микс, он сейчас действительно будет необоснован. Это будет сопряжено с большим количеством рисков. Поэтому вот на первую смену принято решение. Ну, в загородных стационарных лагерях ничего не будет. Выездов там в Крым, в Анапу тоже не будет. Мы работаем в дистанционном режиме, в так называемых лагерях с дневным пребыванием. Мэр добавил, что продолжительность смен будет непривычной 21 день, а 14. На данный момент уже утверждены программы дистанционной работы лагерей. Преподаватели прошли специальные курсы подготовки. Программу для детей включены курсы военно-патриотического воспитания, экологического и другие. Питание будет организовано выдачей сухих пайков родителям предварительно еженедельно. Пайки будут укомплектованы не только привычными для детей сладостями, но и молочными и мясными продуктами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Пока это планы на первую смену. Мэрия Магадана ожидает постановления губернатора Магаданской области о возможных послаблениях режима. Однако, как уточнил Юрий Гришан, нужно быть готовыми к тому, что данный режим продлится весь каникулярный период.